Добро пожаловать в студию плохих спортивных новостей! В последнее время новостей спорта в нашей стране стало гораздо меньше, поэтому нам пришлось начать их выдумывать! У нас четыре участника! Перед ними на экранах будут появляться новости, которые до этого они никогда не видели! Иногда у новости не будет концовки, а значит придется придумать ее на ходу! Если участник засмеется, он получает балл лузера! У кого больше баллов, тот и проиграл! Че это такое? А, не там будет, да, вот здесь! Не в там! Здравствуйте, дорогие зрители! Это срочный выпуск плохих спортивных новостей! Сегодня в студии мой коллега, человек, для которого любой унитаз одноразовый, потому что он пердит с молниями! Илья Макаров! А также менеджер и креативный продюсер хламидиоза, единственный нормальный вариант для вязки скокер с паниелем, Денис Дорохов, к новостям! На соревнованиях ралли Дакар была прервана прямая трансляция из кабины пилотов, представляющих Дагестан, из-за того, что штурман всю дорогу кричал, «Эхай, бля, я того рот ебал, бля!» Новости бильярда. Эльдар Джарахов никогда не видел бильярд сверху. Скандалом закончился допинг-тест спортсмена из Воронежа. Врачи нашли в его крови мискалин, кокаин, галлюциногены, стимуляторы, возбудители, эфир, амил, амфетамин. Как утверждает сам спортсмен, в ночь перед забегом он просто отлезал Айзи. «Эхай, бля, мы только его хуй не съели», заявил глава группы альпинистов, которая попала в бурю и вернулась без одного участника. На Паралимпиаде двухметрового умственно отсталого баскетболиста 7 раз перепутали с Тимуром Бабьяковым. «Блядь». На чемпионате мира по фехтованию афганский спортсмен произвел три укола сопернику героинам. 16-летняя художественная гимнастика... 16-летняя художественная гимнастка из ПТУ перед соревнованиями заявила, что в плане грации порвет сраку любой пизде. «В плане грации? Я, бля, в плане грации любой пизде». «Тренер женской команды по волейболу дал чистосердечное признание по поводу домогательств». «Вот что он написал. Господи, как же я люблю их. Мамиланные варенья. Их персиковые сосцы». «Влизывал бы их под за ступени и каждый день нюхал бы их боксеры». «Нюхал, нюхал, нюхал. Люблю своих клиторных запах». «Конец цитаты». «Я в охуе. Это кто писал, блин?» «Они сейчас сидят, не переживай. Кто это написал?» «Ебать». «В бомже, предлагающим отсосать мужикам за кусок хлеба и стакан куриного бульона, узнали последнего победителя Сникерсурбании на скейтборде». «Блядь». «Ай, блядь». «Ебать, как я давно это не слышал вообще слова». «Сникерсурбания, нахуй». «Сникерсурбания». «Это где-то рядом с журналом Кул». «Антон Заболотный решил создать себя в фифе, и все равно получилось ебанно». «Когда автомобиль заглох в дикой пустыне, гонщика спасли мандовошки в паху. Электрический заряд от расчесанных яиц завел аккумулятор». «Волейболистка поставила блок, поэтому анал получился болезненьким». «Ой, блядь! Ой!» «Да ладно. «Блог!» «Выбила член, прикинь ему из рук». «Фух, там твое лицо осталось на рукаве». «Инголовину». «Команда 13-летняя». «Просроченная кабачковая икра заставила альпиниста Виталю срать на голову своим братикам, которые поднимали за ним». «Ну не перерез». «Братикам, понимаете?» «Простите, братики». «У меня звездочки в глаза. Умещительно ласкательные слова в новостях тоже бывают, да?» «Тоже разъебывает, оказывается». «Итак, на чемпионате по художественной гимнастике комментатор не слышал, что говорил, потому что на весь зал очень громко целки трещали». «Говорю, как было». «Ничего не спиздил, брат». «Вот видео». «А у нас на связи наш специальный корреспондент, девушка, на которую не дрочил, только не мучить». «Ужас какой!» «Яна Кошкина, Яна, где вы находитесь?» «Я нахожусь на чемпионате по банному спорту. На входе выдают одноразовые тапочки, одноразовые халаты. И только хламиндии здесь вековые». «В этом году на открытии выступает голограмма Михаила Евдокимова с песней «Ох, баня, баня, баня». «Балиновый ты жар!» «А какой там мотивчик? Я не помню». «Ну его нахуй». «Ага». «Ню, по-другому». «Садись». «У вас же у всех дети есть, у тебя практически». «Еб...» «Это очень жестко». «Блядь». «Ну, будем судиться, хулить. Хулить я...» «Будут суды, походу, ебейшие просто...» «А, Яна!» «Это я, говорю». «Извини, пожалуйста». «Это Яна». «Яна, вы тоже заметили, что Денис Дорохов и Эльдар Дарахов больше похожи на мочалки в общественной бане, чем на людей?» «И расскажите, что происходит в парилках». «А выбывшие спортсмены совершенно не расстраиваются, ведь они могут поиграть в старый ебаный бильярд в предбаннике». «Который ты никогда не видел». «Яна, продолжайте. Мне очень интересно, ведь меня мать родила сразу в банную шапку. И я как давай бухать темный ром из канистры, который принес Стас Зенин. Откуда вы знаете?» «Сука». «Прошлогоднему победителю соревнований дают чуть-чуть отдохнуть в комнате отдыха на обконченной кровати». «После 12 часов соревнований главный банщик вышел из парилки со словами…» «А, продолжить. Ага. О чем я говорила?» «Я помню только обконченные там что-то». «Вот я тоже». «Он вышел и сказал, а мне куда?» «Не обязательно». «Спасибо, Яна». «Не обязательно было цитировать». «Яна, давно хотел сказать. Мой папа по вам очень фанатеет. Не могли бы вы ему на день рождения записать 40-минутное портушное видеопостровление?» «И что вам больше всего запомнилось на соревнованиях, Яна?» «Ага. Запомнилось то, что никто на соревнованиях не уважает полотенца и трусы. Поэтому вы даже не представляете, сколько я здесь видела разных писюнов. Есть кривые, как турецкая сабля. Есть как будто сосиска такая в микроволновке лопнула. А есть как старый пень в лесу, короткий, но очень широкий. А есть как британский гвардеец, такой ровный, длинный, с мохнатой шапкой. Есть чертовски маленькие, аномально здоровые шланги. А есть прям на грани черного, а мужик сам русый. «Спасибо! Это была Яна, Марина и Оксана. Да, Яна, я придумал имена твоим дынькам. Мы продолжаем знакомить вас с новостями. Прыгуния с 10-метровой вышки так сильно испугалась, что вошла в воду на 4 секунды позже, чем ее какуля». Какуля, блядь. «Нападающий ФК Шинник оскорбил главного арбитра, назвав кастрированной свиньей, после чего получил красную залупу на подбородок». Это официальная награда какая-то. Это еще удаление, я имею в виду. Тренер футбольного клуба «Текстильщик» встретил первого легионера афроамериканца в команде фразой «Нихуя себе! Свет включите!» В Коломне неожиданно остановили чемпионат по паркуру фразой «Да там же арматуры на ебать». «Да не у всех тут, блядь, прям пиздец!» «Взять Яну хотя бы!» «Не разу, блядь, шутку не сказал!» «Я чисто с ней соревнуюсь!» «На связи наш специальный корреспондент, человек, который может подтереть жопу почтовой маркой, Ильдар Джарахов. Ильдар, где вы находитесь?» «Я нахожусь на лошадиных бегах в Подмосковье. И пока я здесь, 6 октября я буду на своем сольном концерте в Москве, а 8 октября в Санкт-Петербурге... Нихуя себе вы написали, да, спасибо!» «Было бы здорово, если бы тебя кто-то спросил об этом, нахуй!» «Рассказывай про лошадиные бега, блядь!» «Соревнование открыл стендапер Нурлан Собор и фразой «Давайте об очевидном!» «Вы все здесь лошади ебаные!» «Вообще страшно смотреть на животных, у которых член, вот как я!» «Четыре лошади одновременно подняли хвосты, а это значит, первый ряд сейчас пойдет умываться!» «Блядь!» «Жакей, ехавший без седла, демонстрирует выдающуюся волю к победе и свои огромные синие яйца!» «Шестого октября в Москве и восьмого октября в Питере!» «Я предемонстрирую вам свой сольный концерт!» «О котором тебя опять нахуй никто не спрашивал!» «Чего там с лошадиными бегами?» «Около меня Дима Масленников уже десять минут с фонариком на лбу орет в анал коню!» «Здесь кто-нибудь есть?!» «Коню-чемпиону на...» «Бля, подождите, я сейчас не могу...» «Коню-чемпиону наяривают в четыре руки, чтобы выгодно продать его семя!» «Но, наверное, он вчера нехило поебался, потому что пока ни капельки!» «Мэр города стоит с огромной гематомой в виде подковы!» «Просто он по привычке хотел трахнуть победительницу конкурса!» «Да уж, если бы такой меня бы легнул, то насквозь!» «Я бы очнулся только 6 октября в Москве на своем сольном концерте!» «И окончательно пришел бы в себя 8 октября на концерте в Питере!» «Это был наш специальный корреспондент! Человек, который, если в ближайшие три года не создаст семью, то его просто усыновят кукаяки!» «Эльдар Жарахов!» «Это были плохие спортивные новости! Оставайтесь с нами, и вы узнаете, что у женского футбольного клуба города Стужино в расписании дня есть отдельное время для анализывания друг другу писек и розетничества!» «Ебаный рот, а!» «Розетничество, блядь!» «Есть язычество и розетничество!» «Так что нахуй за концерты у тебя?» «6 октября в Москве, 8 в Питере!» «В Москве — сольный, в Питере — солевой!» «Солевой концерт?» «Первый большой солевой концерт!» «Ты просто выгнешься и будешь полтора часа стоять, блядь!» «Объявление читайте на асфальте, ебаный!» «А, вот и что такое? Зенин, это что такое?» «Бля, я в ахуй, откуда вы это узнали?» «Кто слил эту информацию?» «Во времена КВН, когда я занимался студенчестве, скажем так, человек, который всех нас собрал и организовал нашу команду, в моменте почему-то решил, что торговать ромом тоже прикольно». «Еще?» «И он подгонял нам пятилитровые, типа, бутылки бухла, которые, типа, в бары продают, понял, их разливают для коктейлей, дешманское бухло, и это было чудо для студентов». «Вы просто покупали у него, да?» «Мы просто ебашли этот ром, он на бутылке был, представь, просто канистра, а не написано вот так маркером «РТ», ром темный». «Мы заливались, и это была просто бесовщина, блядь, какая-то». «Но он живой еще этот?» «Стас, да?» «Да». «А его бизнес?» «А его бизнес?» «Он вообще инженер, блядь. Мы все были строители-архитекторы в свое время». «Блядь, откуда вы это узнали? Вам кто, Дорохина слил эту информацию?» «Антоха». «Антоха?» «Блядь, я в ах...» «Блядь, они очень страшные типы». «Очень страшные». «Да, я удивляюсь некоторых слов. «Розетничество» тоже. «Блядь, нализывает». «Это чудо какое-то». «Да здесь дальше еще встречаются просто какие-то ужасы. «Евдокимов так-то, блядь, тоже нормально». «Голограмма Евдокимов, блядь». «Это пиздец-то». «По итогам сегодняшнего выпуска проиграл и стал лузером» «Эльдар Говняхов, ой, Чарахов». «Лох». «Ммм, блин, я не мог проиграть там, где столько много писек, говна. «И розетничество, ебаный каченый». «Мелкий проиграл». «Не расстраивайся, ничего страшного». «Эх, блин». «Подарим тебе обувь с платформой». «О, спасибо». «И пизда тебе тогда потом». «Платформа, от которой поезда отходят». «Абстрактные шутки, обожаю, да». «Я все проебал». «Не, он говорит, с платформой подали тебе туфли с платформой». «А я такой сверху говорю, от которой поезда отходят». «Понимаешь?» «Тебе дать микрофон, чтобы ты так сделал?» «Второй раз уже хуёль». «Я могу стакан так ебануть». «Спасибо». «Очень вовремя. У меня простынь уже начала сваливаться». «Альбет歩ушек periods. У меня есть классический clairvoyер». «Альбетта в하신ы» «Альбетта в Axis» «Очень завangelала и у� cloud- Notco, чтобы у тебя были太 buenas. «Пошу cómo связьте себя стоящим». «illa беда по-нышкам пуш νота». «Очень в trust. «Мот broom�есамButton». Продолжение следует...